Здравствуйте. У нас сегодня рейд. Клавдия Ковшова открывает двери сотрудникам Центра общественной безопасности без особой опаски. Работники ЦОБа и комплексного центра социального обслуживания здесь частые гости. Кошелевы стоят на учете как неблагополучная семья. Однако с каждым приходом контролирующих служб ситуация не меняется. Ну дома надо убраться, конечно, немножко. Я только пришла. Только из больницы пришла. Дома вообще по правилам бывает порядок. Ну вот сейчас я улыбаюсь. Но дети на таком белье спать не должны. Они на этом белье не спят. Это я на нем спят. У Клавдии трое детей. Нет ни мужа, ни работы. Только мать и отец, на деньги которых она и живет. Следить за порядком в квартире Клава также не хочет, как и устраиваться на работу. Мы напилить уже, жить не можем. Что такое? Комплексный центр старается и помогает вам и вещами, и питанием, и игрушками. Социальную столовую неоднократно вам предлагали. Столовую, это да. Ну а как это? Вы считаете, это не питание? Это не игрушки. Я считаю, что работа достойная проделана, чтобы вы справились с ситуацией. Ремонт и питание не сделай. С питанием и сами можно обеспечить. Вы не ремонт, вы хотя бы дома уберитесь, в порядок все приведите. Потому что не хотят работать. Такие семьи обращаются к нам, и у них ходят в привычку, в общем-то, не стесняясь этого слова, пользоваться услугами. Надеются на родителей, на поддержку государства. Их такая жизнь, по всей видимости, очень устраивает. Здесь мы иногда бываем бессильны. Работа с ними ведется ежедневно. В случае положительной характеристики, положительной динамики, с учетом мы их снимаем. В случае отрицательного, то есть если нет положительной динамики никакой, мы собираем материал уже на лишение родительских прав. Положительным примером служит семья Дмитриевых. Они тоже стояли на учете, как неблагополучная семья. На сегодняшний день Ксения воспитывает пятерых детей в одиночку, при этом работает и снимает квартиру. Сотрудники Центра общественной безопасности и Комплексного центра социального обслуживания работают с ней уже несколько лет. Довольно давно, сколько точно не скажу, но года четыре, наверное, точно, может даже больше. Первым сентября помощь хорошая, тетрадки. Потом детям ходить на мероприятия, на всякие ходят тоже. Подарки на Новый год, елки. На сегодняшний день в Центре общественной безопасности Калининского района Уфы на учете стоят 264 неблагополучных семьи. Работники ЦОБа и Комплексного центра социального обслуживания регулярно выходят на подобные рейды, чтобы обследовать жилищно-бытовые условия и оказать необходимую помощь. Евгения Кретова, Глеб Салыкин, городской телеканал ЮТВ.